Кто здесь самый креативный? Ответ на этот вопрос решил дать Центр Лесная Сказка, где в очередной раз прошла игра Креатив Бой. Участники – ученики третьих и четвертых классов Щелковских школ. Девять команд. Им предстояло удивить всех нестандартным решением, представленных на игре открытых задач. На решение задачи ребятам дается пять минут. И здесь важно сдать не сколько правильный ответ, сколько креативный. В Лесной Сказке проходит неделя технического творчества. Игру посвятили Международному дню детей-изобретателей. Особо подчеркнули и то, сколько всего полезного и интересного в мире появилось благодаря детской фантазии. Не имеющая границ, она помогла воплотить в жизнь сотни идей. Креатив Бой сейчас играет по всей стране, от мала до велика. Но это такое интеллектуальное действие. Мы живем век стремительно меняющихся технологий. Мы видим, сколько много новых профессий появляется у нас сейчас на рынке труда. И вот те навыки. Вообще генеральной линией сейчас идет развитие креативного мышления. Умение мыслить нестандартно. Работать в команде, быть эрудированным. Качества, которые очень пригодились всем участникам креатив боя. И нужно сказать, что ребята часто удивляли своими ответами в ходе игры. Так что компетентному жюри, в состав которого вошли педагоги центра и независимые эксперты, было непросто определить лучших. Откуда берется рыба в закрытых прудах и водоемах? Из кем могли быть икринки? Животные переноски, которые переносят всякие икринки в водоем. Это какие животные? Ну, например, птицы, те самые лягушки. У нас есть один угряное решение. Рыбу привезли вместе с водой. Ты можешь мыслить, как захочешь. Ты можешь фантазировать, придумывать что-то новое, которое никто не мог придумать. Сами задачи в этой игре имеют далеко не один ответ, а потому участие в креатив боя увлекает. Однако и мотивация к познаниям повышается. Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.